есть у меня вот такая японская монетка средневековая очень очень похожа на китайский кэш так называемые да и как бы не быть похожим дело в том что япония и китай как бы соседи разделенные всего-то навсего небольшим участком моря и поэтому вот заимствование иероглифов и видов монет и искусства очень очень не похожи вот китай корея япония для простого не специалисты для европейца как бы выглядит все одинаково тонкости конечно есть у каждого народа вот тем не менее такую монеточку так скажем захотелось сегодня достать дело в том что сегодня день рождения величайшего японского поэта писателя литературного критика и теоретика поэзии эпохи мэйдзи именно вот 17 сентября 1867 года родился масао косики такой великий поэт японского серебряного века последний патриарх хайку он прожил недолгую но яркую жизнь и в бурные годы реформы он сумел спасти от гибели традиционной жанра японской поэзии танка и хайку масао косики настоящими имя масаока цуна нори родился 17 ноября 1867 года в городе мацуяма провинции и и в семье небогатого отставного самурая в восьмилетнем возрасте обучаясь в приходской школе при местном храме масаока принял решение стать ученым филологом уже в 19 лет он пишет свои первые стихи и прозу в 1883 году масаоке окончил среднюю школу и отправился в токи где взял себе литературный псевдоним сики в 1890 году он поступает в токийский императорский университет на факультете литературы а с 1892 года сики полностью посвятил себя сочинению хайку через год была опубликована серия его статей беседы об асё где он критикует обжисленный образ мацу об асё и призывает к обновлению традиционных форм японской поэзии танка и хайку именно сики ввел термин хайку там самым тем самым отделив как бы искусство одиночных трястишей от искусства рэнги в эту пору он также начал писать стихи от традиционной поэзии сики мог сформировать круг единомышленников а также собственную школу хайку впоследствии поэтическое общество приняло название хотатогису заняло господствующее положение в мире хайку который сохранил и сегодня больной массовой косики от туберкулеза все-таки смог дожить до 19 сентября 1902 года в токио ну и вот уж раз подошел разговор стихах вот еще немножко стихотворение серебряном веке японской поэзии массовой косики уникальный поэт подаривший танка их хакку но вот новую жизнь на исходе 19 столетий человек проживший короткую но очень яркую жизнь взявший себе псевдоним кукушка ибо по японским поверьем когда поет эта птица то у нее горлом идет кровь как я уже сказал умер от туберкулеза цунэ нори родился в городе мацуяма как я уже сказал в провинции и и ну что ж как я уже сказал массовой косики большую часть жизни страдал от болезни и последние годы провел в постели в возрасте всего 35 лет вот и вон и стихи лучше бы немножко как бы так смотреть с пейзажами ну вот несколько и он их трустишей медики звенят в темноте нищий считает деньги око холодна зимняя ночь пыль смахнул с перил веранды пылинки осени на листьях на листьях хоран убран рис на поле все глуше стрек от кузнечика ветром одинокую бабочку проще носит едва заметно с ветвей осыпаются листья летят танцуя в водоворот прямиком и а у а а а у Днем на глади пруда Мирно спят водяные птицы Какая тишь Как славно бродить Целый день по синему долу Сюдухаги в цвету Ну что ж, на этом, пожалуй, все Спасибо за внимание, до свидания